Наталья, в настоящий момент все больше ритейл-компаний стараются следовать принципам ESG. Какую роль, по-вашему, банк может играть в это направление с точки зрения устойчивого развития? Я считаю, что банк является одним из драйверов развития этой повестки и на международной арене в России, потому что, безусловно, от того, какие средства и куда будут направлены банком, будет зависеть от того, как развивается наш бизнес. Но я могу сказать, что в последнее время влияние факторов ESG все больше и больше мере связывается с финансовой устойчивостью организации, такая связь доказана порядка 90% случаев. И в этом плане нам, конечно, как банкам очень важно, чтобы наши клиенты разделяли принципы устойчивого развития и внедряли в свою деятельность подходы ESG – социально ответственного отношения к окружающей среде, обществу и управлению. А это как-то по умолчанию или вы, скажем так, как-то провоцироваете, подталкиваете своих партнеров идти по этому пути? – Хороший вопрос, не буду скрывать. Мы действительно стимулируем наших клиентов на то, чтобы эти принципы ими разделялись. И меня очень порадовала эта сессия. Мы, безусловно, делали аналитику, в том числе и в области ритейла, сколько организаций заявляет о приверженности этим принципам. И я вижу, что практически все организации, которые сегодня принимали участие, по крайней мере, в той сессии, где я была, они говорили о том, что для них ESG-подходы являются их базовыми ценностями. И они следуют этим принципам уже на протяжении длительного времени. – На какие тенденции в этой области финансирование стоит обращать внимание компаниям, которые реализуют проекты в области устойчивого развития? – Ну, безусловно, если компания планирует получить финансирование под ESG-проекты, то она должна иметь хорошие ESG-рейтинги. То есть она сама должна иметь хорошие показатели. Это достаточно сложная работа. Она требует включенность в деятельность компании абсолютно всех подразделений. То есть нельзя сказать, кто в компании ответственен за ESG. Все ответственны. То есть от первого до последнего сотрудника. Это должна быть некая внутренняя культура для того, чтобы соответствовать этим параметрам деятельности. – Вы упомянули рейтинги. То есть вы на какие-то рейтинги ориентируетесь или вы их сами в том числе составляете? – Существует система рейтинговых агентств и международных. К счастью, появились и на российском рынке такие агентства. Можно назвать пятерку крупнейших рейтинговых агентств, вниманию которых в основном обращают инвесторы. Но я могу сказать, что в среднем инвестор использует оценку порядка пяти более различных ESG агентств. И оценка самими ESG агентствами компании проводится порядка по 800 параметрам. То есть это такая сложная ответственная работа. Она, конечно, требует серьезных внутренних изменений в любой организации, но она стоит того. – Вы упомянули уже, что вы сегодня встретились здесь с компаниями, которые следуют этим принципам. Но я знаю, что у вас тоже есть список такой, кто вот уже у нас работает так, как надо. И насколько вы можете об этом рассказать? Кого вы можете назвать? Вот если можно обозначить, пожалуйста. – Я, скорее всего, не назову компании, которые работают как надо. То есть это предмет оценки другого ведомства. Я могу сказать о тех компаниях, которые, следуя этим принципам, уже используют эффективные финансовые механизмы для привлечения инвестиций на ESG-проекты. Таких компаний достаточно много и тенденция к этому направлению растет. И это обусловлено тем, что значительная доля международных инвесторов заявила о необходимости, о своих обязательствах инвестирования своих средств именно в ответственные проекты. И на сегодняшний день объем таких перспективных вложений оценивается более чем, ну, около 50 триллионов долларов США. И есть хорошая новость для потенциальных поисков инвестиций. Порядка 10 триллионов таких инвестиций еще не нашли своих проектов. – То есть есть за что побороться? – Есть за что побороться. И, в принципе, это хорошая мотивация для того, чтобы компаниям, которые еще не приняли для себя решение следовать целям устойчивого развития, перейти на ESG-принципы ведения бизнеса, подумать о том, что это нужно сделать. Ну, кроме позитивного влияния таких подходов, есть еще и факторы риски, которые компании уже должны учитывать. И с каждым годом эти риски возрастают. Потому что, если посмотреть и проанализировать, скажем так, потребительские предпочтения наших людей, это касается, например, ритейла, то мы видим, что для все большего и большего числа наших граждан и зарубежных граждан огромное значение влияют экологические факторы. И, например, при выборе, например, места, где он закупит товар или услугу, очень много покупателей делают предпочтения в пользу экологически чистого и социального ответственного ритейлера. И, ну, опросы, которые были проведены экспертами в этом направлении, говорят о том, что если компания не будет следовать таким подходам, есть большой риск, что она просто потеряет клиентов. Ну, и закономерный вопрос, а что сам банк делает в этом направлении? Ну, для банка тоже очень важно, чтобы мы были ESG-банком, поэтому мы работаем в нескольких направлениях. С одной стороны, мы улучшаем собственные ESG-профили, много работаем над изменением внутренних наших бизнес-процессов для того, чтобы соответствовать этим подходам. Ну, и, конечно, мы активно работаем с внешними регуляторами, формируя повестку ESG в России. Наши представители включены, ну, практически большинство экспертных и совещательных органов, пререгуляторах, посвященных этим вопросам. Ну, и основное направление нашей работы, конечно, мы большой акцент делаем на работу с клиентами и на расширение собственных линейки, собственных ESG-продуктов. То есть мы вот сейчас разработали для клиентов достаточно большой спектр ESG-консалтинговых услуг. Мы помогаем нашим клиентам улучшать собственный ESG-профиль, чтобы быть готовым, например, к заимствованию ответственного инвестирования. Мы помогаем соответствующим образом структурировать сделки и проекты для того, чтобы они отвечали требованиям, предъявляемым к зелёным ответственным социальным проектам. Мы помогаем в выпуске соответствующих облигационных займов как на российском рынке, так и на рынке международных инвестиций. И, в принципе, то есть я считаю, что это очень перспективное направление для работы. Плюс у нас есть собственная экологическая экспертиза, у нас есть сертифицированные эксперты, поэтому, в принципе, мы можем помочь и в этом. Ну, то есть работы ещё много и работают достаточно интересные. Работы много, работа интересная, работа перспективная, и она перспективна не только для нас, но и для наших и текущих, и будущих партнёров. Ну, остаётся только пожелать вам удачи. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!